307 168 жителей Самары сделали прививку от коронавируса, полностью завершили вакцинацию 212 220 человек. Информацию обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Вопрос контролирует глава Самары Елена Лапушкина. Как отмечают в департаменте опеки, попечительства и соцподдержки, темпы вакцинации в городе растут. В июле число привившихся самарцев выросло в по сравнению с июнем. В июне в Самаре было привито 30 455 человек. За прошедшее время июля уже провакцинировалось 93 511 человек. Средний темп вакцинации в июне составлял 7594 человека в неделю. В июле 31 170 человек в неделю. Свою роль в увеличении темпов сыграла и акция «Самара, я привит». Напомним, среди тех, кто завершил вакцинацию до 25 июля, разыграют ценные призы – телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в музеи, театр. Более 9500 самарцев прислали свои заявки. В ближайшее время назовут победителей конкурса. Главы внутригородских районов также отметили, что жители прививаются гораздо охотнее, чем раньше. Я считаю, что уже люди, скажем так, по-другому на все это смотрят, видят, что половина сотрудников хорошо перенесли и, соответственно, это вселяет оптимизм в тех, кто еще не вакцинировался. У нас управляющие компании достаточно активно как бы вакцинируются, потому что они просвещены главврачом нормально. То есть у нас, в принципе, отторжения к прививке уже, можно сказать, нет. Единственный вопрос, у нас некоторые сотрудники приносят справки о том, что у них есть антитела, и в них написано, что это основание для медотвода. Вот вопрос, мы их принимаем, не принимаем. Если медик предоставил справку, почему мы им не доверяем? Если там написано, через три месяца сделать прививку. Ну, значит, через три месяца человек должен сделать прививку. Некоторым категориям граждан первую прививку необходимо сделать уже до 7 августа, а завершить процедуру до 1 сентября. Это прописано в постановлении главного санитарного врача Самарской области. Оно касается работников нескольких сфер медицины, образования, соцподдержки, торговли и услуг, государственной и муниципальной службы. Согласно документу тех сотрудников, кто не предоставит медицинский отвод и не привьется от коронавирусной инфекции, работодатель обязан отстранить от работы без сохранения зарплаты. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.